Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Елена. Опять же, вернулась в цикл «Поговорим об идеальной любви», а через эту сферу попытаюсь вам указать на те основные ошибки, которые совершают партнёры, пытаясь построить отношения с тем или иным знаком, не учитывая его взгляды на любовь. Ведь у каждого, кто появился на белый свет, рождается его идеальное понимание о любви. Вот ещё раз к этому возвращаемся, для того, чтобы провести работу над ошибками, что-то спасти, кого-то напутствовать, а кого-то воздержать, быть может, от тех отношений, которые вот-вот зарождаются. Потому что если партнёр не твой, и ты не готов ему дать то, чего он от тебя ждёт, то зачем портить жизнь и себе, и людям? Сейчас я буду рассказывать вам про тельца, и многие, вспомнив своего партнёра-тельца, решать, что говорить о любви тут совершенно напрасно, потому что что угодно, но любовь в том понимании, в котором вы её видите, возможно, телец вам не проявил. Хотя вы, может быть, просто на него неправильно смотрели. Ведь влияние двух планет на этот знак, речь идёт о Венере и Луне, делает его достаточно мечтательным, сентиментальным. Да, быть может, вы этого не заметили. Но, скорее всего, только потому, что плохо смотрели на этот знак. Вы его не поняли, не дали ему раскрыться, или не заметили всего того, о чём мы сейчас будем говорить. Две планеты, которые напрямую связаны с чувствами, с восприятиями, с любовной сферой, очень плотно задействованы в гороскопе тельца. И могу вам сказать, что телец влюбляется в любовь. Ещё задолго до того, как они обретают первый сексуальный опыт, они очень озабочены этой историей. Они рисуют себе картины, как это бывает, какие-то сказочные у них герои, какая-то невероятная сфера чувств, которая их ожидает. Всё романтично, чудесно и прекрасно. Но когда доходит дело до настоящих чувств, этот идеал или разрушается в дребезги, наносит непоправимую травму тельцу или раскрывается новыми гранями. И тут, как говорится, как повезло. Всё зависит от первого партнёра, с которым сталкивается телец в своей жизни. Вот здесь заложена первая ошибка, которая в понимании, как к вам относится телец, что с ним происходит, будь то женщина или мужчина и так далее. Помните, в жизни тельца всё достаточно медленно, всё продумано. Вот и первый сексуальный опыт, который ожидает партнёр, что сейчас будет тут страсть, рвение на себя, одежды, прямо всё горю-горю, не могу. У тельца это не происходит. Всё как-то скрыто, медленно. Дело в том, что тельцу надо привыкнуть к новоизменившимся ситуациям. Он должен потихонечку расцветать. У тельца как бы первый позыв – это у вас страсть прямо с вас клокочет и пышет, а тельцу надо привыкнуть к этому, осознать, услышать в себе ответ вашим позывам и так далее. И он в этот момент может казаться вам равнодушным, каким-то отстранённым. Вы ждёте каких-то эмоций, а эмоций нет. А эмоции придут потом, когда он расцветёт и поймёт, что да, вы действительно тот человек, которого он ищет. Вот тогда вы увидите и страсть, и атаки, и любовь, и будь то женщина или мужчина этого знака, они раскроются и станут страстными, невероятно сексуальными, и Венера здесь в помощь. Но это всё происходит медленно. А партнёр приходит полное недоразумение. Так что ж, не получилось? А как оно ко мне относится? А что там на самом деле? А как оно там, ну вот, а чего ж нету ахов, вздохов никаких и так далее и тому подобное? И вот то, что у нас телец любит медленно, что он должен дозреть, как хорошее вино для того, чтобы раскрыться красками, для многих остаётся тайной за семью печатями. А в результате выясняется, он и мрачный, он и такой, он и сякой, а если вам ещё не хватает так-то дождаться и разжечь вашего партнёра, а вы сразу начинаете навершивать ярлыки и такой и сякой, да ещё вслух, то телец заходит сам в себя, не расцветает, а наоборот увядает, и вы вовсе никогда не увидите, как выглядит страсть настоящего телца. Так что тут, дорогие мои друзья, от первого сексуального опыта в неумелых руках многое зависит, как будет проявляться телец потом в последующей жизни. Итак, счастливый те, к тому удалось разбудить телеца, и когда его чувства окрепли, более чувственного знака нет на самом деле. И более того, у него возникает желание вступать с вами в этот любовный контакт, то это не спутайте ни с чем. Дело в том, что желание общаться с вами напрямую связано с чувствами. Если телец желает вас видеть, желает вами обладать, всячески ищет с вами встречи, это говорит о том, что он в вас влюблён, и влюблён очень глубоко, потому что желание и чувства здесь связаны напрямую. Нет желания, значит, чувства никаких телец к вам не испытывает. Или он к вам присматривается, или он ещё размышляет и так далее. Есть желание, есть встречный контакт, значит, телец любит и любит очень глубоко. Это имеется в виду, касается и мужчин, и женщин. И ещё, если телец любит по-настоящему, бесполезно ему что-то говорить, что там его возлюбленная или возлюбленная и такая, и сякая, и эдакая, критиковать и так далее. И влюблённый телец любит до конца. Ему неважно ни репутация, ни общественное мнение, ни какие-то там посылы, это надо бежать оттуда и так далее. Ничего подобного. Если он любит, он любит до конца человека, таким, как он есть, невзирая ни на общественное мнение, ни на погоду, ни на природу, ни на что-либо другое. И остановить его практически невозможно. Вот какова сила любительца. Я вам подскажу ещё моменты, которые указывают на то, что телец вас любит. Ведь его чувство к вам – это не только сексуальный акт, который, собственно говоря, должен ознаменовать. Вот то, как он к вам относится, как он замечает тонкости, как он вдыхает аромат вашей кожи, как ласкает волосы, как стремится к вам прикоснуться. Вот через всё это и передаётся его истинные чувства. А если он только занялся сексуальным опытом, дальше поднялся и ушёл, то могу вам сказать, что он просто удовлетворил свои физиологические особенности. Вы ему отнюдь больше не интересны ни по каким обстоятельствам. Вот если вы ощущаете его нежность, если он буквально зароется в ваши волосы и вдыхает их аромат и так далее, поверьте мне, он просто боготворит вас, он любит, даже если он об этом молчит. По-настоящему влюблённый телец вас окружает такой заботой, вниманием, нежностью, что вы это ни с чем не спутаете. И помните, пожалуйста, что если эти чувства искренне выглядят так, как я сказала, то это чувства надолго. Переживать о том, что они кратковременные, здесь нет никакого смысла. Это действительно проявление чувств, которые затронули и готовы сиять сколь угодно, до тех пор, конечно, пока вы их не разрушите. Вообще я вам могу сказать, что взаимоотношения с партнёром у влюблённого телца выглядит как Ромео и Джульетта. Они готовы умереть с партнёром своим в один день, это даже не обсуждается. И во обмен на преданность себе готовы также преданно отдать себя своему партнёру. Так что вне зависимости, когда на телец снизошла любовь, то в раннем возрасте, среднем или даже в зрелом, тем не менее их чувств так же трепетно и трогательно, как у Ромео и Джульетта. Да, люблю и отдаю из себя тебе целиком в обмен на твою любовь, преданность и нежность. Так что это чувство достаточно красивое, глубокое, там есть за что побороться, поэтому я считаю, что это один из самых чувственных в проявлении любовным знаков. Но всё, что я вам сказала, касается только обоюдной преданности любви. Если по разным причинам телец видит, что партнёр к нему равнодушен или даже заподозрит то, что ему партнёр не верен, то ничего кроме приступа в ревности, глубочайшего уныния, эти любовные чувства у него не вызовут. И тогда бесполезно пытаться примиряться или что-либо делать. Он уже для себя решил, что эти отношения сгнили, и в лучшем случае он разведётся, а в худшем иногда разрушенная любовь, очень сильная, может довести телеца до больничной койки с психологическими изменениями, потому что ему непонятно, почему его любовь, столь страстная и замечательная, не возымела никакого влияния на партнёра, и он позволил себе его оскорбить, унизить. Это просто разрушенная жизнь, с которой, собственно говоря, телец справиться может очень тяжело. Поэтому с телецами надо быть очень осторожны. Если вы не собираетесь быть ему преданы, то, возможно, вам не нужно строить с ним взаимоотношения, потому что, если любовь возникла, телец вам будет преданный до конца, а вот вы можете его ранить, и ранить очень глубоко. Хотя многие скажут, да, и телец изменяет. Конечно, это лёгкий способ, который телец избрал, видя, что вы к нему достаточно холодно и не цените его чувства. Что ж, и такое бывает. Тельцы тоже могут быть достаточно изворотливы, видя, что его чувства никому не нужны, преподнесут такой же, как, собственно говоря, своему партнёру, и совести у них на это хватит. Всякое бывает. И телецы бывают разные. Но вы-то откуда знаете, к чему приведёт именно по отношению к вашему партнёру, ваша, например, измена или нежелание платить ему любовью за любовь. Может, он у вас такой глубокий партнёр, что потом он наложит на себя руки, а вы будете сидеть потом и оплакивать горькими слезами и вечно тащить за собой этот грех. Всякое ведь в жизни бывает, дорогие мои. Поэтому и не стоит. Если заводите отношения с телецом, вы должны быть ему преданны и ответственны перед ним, точно так же, как он перед вами. И тогда только сложатся вот эти все пазлы, и эту любовь действительно можно будет воспетивать, как и любовь Ромео и Джилетта. Вообще считается, что именно от несложившихся отношений в семье телецы могут впадать в те крайности, о которых мы говорили, дон-жуанса, то есть платить измены за измену, алкоголизм, заливать горе водочкой, либо, например, еще во что-нибудь именно от разбитого сердца. Это встречается тоже, поэтому, если уж мы решили завести честный разговор, скажем так, это плата партнеру за то, что он разочаровал телеца в любви. Помните об этом, пожалуйста. Вообще могу сказать, что знак телеца очень тяжело переживает одиночество. Он природой скроен именно, поскольку у него Венера, все-таки непосредственно в гороскопе, для парной жизни. Если у женщины телеца не сложились семейные отношения, и она осталась одинокой, то из них выходят самые отвратительные, с самым тяжелым характером старой девы, которые не дают жизни ни себе, ни людям, всех ненавидят и прочее. Только потому, что не удовлетворена та часть природная, которая должна быть удовлетворена. Каждый телец должен иметь свою пару. Мужчины и тельцы одинокие тоже образцовыми членами общества не являются по определению, предаются обжорству или пьянству тому же, собственно, закрывают ту пустоту, которая возникла у них из-за отсутствия пары, тем, что есть под рукой и тоже ничего хорошего о них, к сожалению, не скажешь. Так что, в принципе, тельцу надо любить и быть любимым. и вот мужчины и тельцы, которые обрели свою вторую половинку, посвящают всю жизнь тому, что обеспечивает собственный дом, окружает избранницу предметами роскоши по возможности, ну, одаривает чем-то, думает о том, чтобы был обеспечен быт и так далее, то есть обретает те заботы, которые необходимы им для существования. Ради самого себя им особо-то ничего и не нужно. Они могут довольствоваться тем, что есть под рукой, как говорится, или не делать ничего. А заботиться о ком-то, если есть вторая половинка, и она действительно его любит, это становится смыслом жизни. Поэтому в данном случае, когда понимаешь знак, заглядываешь в его сущность, понимаешь, что одиночество это то, чего телец внутри страшится по определению. Он может вам казаться каким угодно, отстраненным, там, например, чем-то занятым и прочее, но помните, пожалуйста, это видимость. Внутри, больше всего на свете, он боится остаться один, и ему очень важно, чтобы его любили и ценили. Но вся забота, о которой мы говорили, и которой можно восхищаться, она до поры до времени. Если, не дай бог, телец заподозрит обман или, не дай бог, измину, все привилегии для этой женщины будут закончены, ни того, ни другого, ни третьего, ни измен, ни тем более каких-то там экивоков, тельцы не прощают. Поэтому в данном случае себе же дороже, если у вас в жизни все благополучно, вас любят, холят, лелеют, стрелять глазками на стороне или давать повод вашему тельцу задуматься над тем, что вы там за его спиной чем-то занимаетесь. Потому что в гневе телец не управляем, скажем так, ничего хорошего вам это не принесет, а ваши привилегии, даже если вы ни в чем не виноваты, а просто какая-то была неосторожность, могут все-таки к вам больше и не вернуться. Так что подумайте лишний раз, стоит ли кому-то строить глазки. Женщины-тельцы в проявлениях своих чувств тоже не торопятся сразу показывать партнеру, что он им дорог и так далее. Они точно так же потихонечку проверяют чувства человека, проверяют его качества как человека, как такового. Если понимают, что он действительно достоин того, раскрываются в полной мере, становятся спокойными, уравновешенными, преданными, любящими и любящими до такой степени, что умудряются баловать своего мужчину всеми возможными способами, вкусно кормить, лишний раз ему что-то прикупить и так далее. Иногда это действительно забаловывает мужчин, которые уже прямо сидят и ждут от них. А между прочим, надо встречно дорогие мои мужчины точно так же баловать, окружать заботами женщину-тельца. Это не игра в одни ворота и если вас так любят и ценят и балуют, это только для того, чтобы и вы делали то же самое, потому что без комплиментов, без знаков внимания, без подтверждения того, что вы действительно искренне любите эту женщину, она рядом с вами долго находиться не сможет. Так что женщина-тельца не для молчаливых мужчин, которые не знают, как выглядят комплименты, ей надо об этом говорить, иначе она замкнется в себе и будет только думать о том, что она уже вам не нужна и ваши чувства к ней остыли. Тем самым она станет раздраженной, нервной, в вашем доме будут одни скандалы и выяснения отношений, а вы будете сидеть и думать, а что произошло. А просто вы забыли ей сказать, что вы ее любите. И чем чаще вы ей будете это говорить, тем тише и спокойнее будет в вашем доме. помните, я вам говорила, что вы на каком-то этапе будете не знать, как относится к вам телец женщина или мужчина. Все будет так камерно, осторожно. Но если чувства раскрылись, здесь появляется еще одна особенность. Если телец вас полюбил, раскрылся перед вами, то вы должны быть не фрегидны в постели и не холодны, как бревно, а поддерживать градус высоких страстных сексуальных отношений на протяжении всей вашей совместной жизни. Чтобы не получилось так, что вы были страстны, а потом вы решили, что это уже ваш тук-тук и я, ваш супруг, пришел выполнить семейный долг, это никуда не годится. Если чувства есть и они уже доказаны, то они должны быть и подтверждены ярким и сочным сексом. Если там холодно, это тоже может стать причиной для того, чтобы взаимоотношения ваши рухнули. Вы будете думать, что вам уже не те годы и, собственно говоря, можно было бы сексуальное там и пореже, и поменьше, и так сойдет, а для телеца не сойдет, потому что для него, если уже чувства есть, то они должны быть как бы сдобрены и хорошим и сексуальным взаимоотношениям. Так что уж как хотите, крепитесь, вдохновляйтесь, пейте травы и прочее, но секс должен быть на уровне, потому что если вы там начнете охладевать, так же охладевать к вам будет и телец, и женщина, и мужчина в том числе. Ну вот такая сложная у нас получилась конфигурация, заглянули мы достаточно глубоко, чтобы понять, что происходит, но помните, пожалуйста, что удивительным образом телецы вообще, они-то рассчитаны на парные взаимоотношения, вы, надеюсь, это поняли, очень заботливые, невероятные родители, но что удивительно, чем больше партнеры любят друг друга, тем нежнее телец относится к детям от своего любимого человека, будь то женщина или мужчина, имеется в виду, если любовь между родителями велика и сохранена, тем нежнее отношение к потомству от этого человека, вот такая тоже тут есть особенность, и если все-таки отношения их рухнули, то некоторым образом происходит у телеца охладевание к потомству от этого человека, с которым взаимоотношения не сложились, потому что косвенно это ложится на детей, которые ни в чем не виноваты, но, увы, глядя на этих детей, вспоминаются отношения между партнерами, и, как говорится, картина смазана. Ну, что есть, то есть, дорогие мои друзья. Ну, а теперь с кем было бы неплохо заводить отношения, с кем не заводить, я тут даже для себя это дело выписываю, потому что всего не упомнишь. это к тельцу с натяжкой не всегда, правда, удачно, но подходит дева и козерог, водолей и лев, а вот рыб и рака ему надо избегать по определению редко, когда, собственно говоря, и дружба, и любовь там складывается безупречно. Ну, что ж, надеюсь, вам это было полезно, дорогие мои. Мы сейчас сделаем работу над ошибками, то есть, я стараюсь вам показать, что внутри человека происходит через его идеальный взгляд на любовь. Даю вам подсказки, как было бы сделать так, чтобы ваши отношения стали действительно прекрасны и замечательны. Надеюсь, что мне это удалось, а с вами была Елена. Продолжение следует...